МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летние каникулы вещь хорошая, жаль, заканчиваются быстро. Во всяком случае, так думают сами ученики. Ежегодно к началу нового учебного года не дети. Они стараются как можно веселее провести последние дни лета. А родители озадачиваются тем, как собрать дитя в школу с минимальными растратами. Да и в самих школах задачи не менее важны. Сделать ремонт, получить паспорт, готовность и достойно принять своих учеников. Август – горячий месяц не только в температурном смысле. Если вы никогда не работали в школе, представить, что творится летом в учреждениях образования, трудно. Ближе к августу, когда отработают школьные лагеря, здесь начинают наводить лоск. В нынешнем году на ремонт учреждения образования выделили аж 112 миллиардов рублей. Объем работ каждое учреждение образования оценивало самостоятельно. Где-то нужно было просто полы стены подкрасить, а где-то и крышу залатать. По объему выполняемых работ, по количеству объектов, на которых выполняются работы, мы превышаем объемы прошлого года. Более чем в 500 учреждениях проводились ремонтные работы, в большей или меньшей степени капитальные ремонты. В 64 учреждениях образования в том году их было только 54. Вот, к примеру, третий областной лицей в 2014 году попал в областную программу по энергосбережению. И первый этап термореинновации здесь уже провели. Мы провели обследование всего здания. У нас есть так называемый энергетический паспорт, где нам рекомендовано привести утепление здания, чтобы зимой выдерживался более температурный режим. А в 37-й средней школе Могилева о том, что ремонт здесь проведенный паспорт готовности давно получен, ярко свидетельствуют своим блеском обновленные покрашенные полы и стены, а где-то и новая мебель. Абсолютная гордость школы, кабинет иностранного языка. Это персональные компьютеры, персональные столы. Это все, что соответствовало самым, можно сказать, современным требованиям. Эскизы, между прочим, разрабатывались самими нашими учениками. При помощи у нас есть изо-студия, поэтому мы можем сказать, что это наше детище. Кстати, в рамках той же программы энергосбережения старые оконные блоки во многих школах меняют на стеклопакеты. На такое хорошее дело выделили 18 миллиардов рублей. Еще на прошлой неделе все школы области получили паспорта готовности. И теперь учреждения образования ждут своих шумных воспитанников. Кстати, в этом учебном году в Могилевской области их за парты сядет 106 тысяч. Из них 11,5 тысяч первоклашки. Это на 500 ребят больше, чем в прошлом году. А вот в некоторых сельских школах ожидается более значительное прибавление, потому и готовятся к нему особенно тщательно. Житель деревни Тишовка Дениска в последний раз перед днем знаний зашел в уже опустевшую, но такую родную школу. Дело в том, что Тишовская базовая – одна из тех 17 школ, что в нынешнем году попали под оптимизацию. В этой школе учились моя мама, два моих брата, сестра моя. В этой школе были очень хорошие учителя. И теперь 62 ученика, которые осваивали здесь грамоту, переводят в более крупную буническую среднюю школу. Ну а в большой школе как будет, как ты думаешь? Ну не знаю. Надеюсь, что перенесу легко перемены. Из самой Тишовки детей сюда ходило только 8 человек. Остальных привозили из Севастьяновичей, Голынца и Ракузовки. Учащихся хватало, но вот сама школа, построенная еще в 1937 году, на паспорт готовности не дотянула. В бунической же школе ребят ждут. Ремонт сделан, пищеблок, коим в области уделяется особое внимание, обновлен. И паспорт готовности получен. Отдел образования помогли нам приобрести жарочный новый шкаф. Новое оборудование абсолютно. Приобрели новые стеллажи для посуды. Ну и электрокотел, который в этом году, в связи с тем, что детей у нас прибавится из Тишовской школы, на 60 человек станет больше, он поможет нам быстро и качественно приготовить пищу. А это без пяти минут первоклашки. Первого сентября пойдут в буйническую школу. Сейчас они учатся усидчивости и постигают первые азы грамотности. Педагоги уверены, чтобы ребенок с охотой пошел в школу, его надо заинтересовать. Эмилия, расскажи, ты хочешь в школу пойти? А почему? Ну просто тут интересно, тут учишься. Когда ты вырастешь, то большим детям тебе так скажут. На работу ходить, будешь знать, что пишать. На это учиться. Первоклассником быть. А для чего? Быть хорошим учеником. А что еще делают в школе, как ты думаешь? Пишут утицы, а потом они уходят и идут домой, на душе едут. В нынешнем году под оптимизацию попали 17 учебных заведений и 5 учебно-производственных комбинатов. Закрытие малокомплектных школ – процесс естественный. Да и у детей, согласитесь, в больших школах все же больше возможностей. В каком бы классе не учился ваш ребенок, подготовка к школе является серьезной статьей расходов и хлопотным делом. Ведь нужно купить все от школьной и спортивной формы до тетрадок и шариковых ручек. В следующем году и моя дочь пойдет в школу, потому абсолютно резонный вопрос мамы будущей первоклассницы – сколько стоит собрать ребенка в школу? Дабы оценить масштаб сбора в школу, мы решили отправиться на школьный базар с семьей, где воспитывается целых два школьника, и попробовать собрать их к первому сентября. Знакомьтесь, семья Бедулиных. Воспитывают пятеро детей. Каждый учебный год – как испытание на прочность. Но мама Ирина говорит, если к этому делу с умом подойти, то и проблем возникнуть не должно. Мы заранее стараемся покупать. Что-то остается с прошлого года, что-то покупаем. В начале года, может, сразу после школы покупаем. Итак, первая и обязательная вещь – рюкзак. Заметьте, выбирают дети. Фликер нравится, что первый карман, второй карман, здесь карманы есть, третий карман, четвертый карман. Вместительный, значит. Да, вместительный. Для моих книжек вместится. Портфель побольше. А что ты в портфель свой будешь складывать? Пенал, книжки, тетради. В среднем рюкзак школьный обошелся мальчишкам по 350 тысяч рублей. Не отходя далеко, выбираем канцелярщину. Всевозможные ручки, карандаши, тетради и обложки. Если придерживаться полного списка, в учебном году до 400 тысяч, можно вложиться. Плюсуем в нашу смету. Для третьего это тебе. Для четвертого тебе. Туфли школьные в среднем можно приобрести за 200 тысяч. Правда, цены растут параллельно классу, в который переходит ученик. А еще ведь и кеды нужны. Бедулины пока не спешат с выбором. Ноги у нас растут быстро, скажем, очень быстро. Поэтому обувь надо покупать часто. Но помогают иногда знакомые, где-то кто-то тоже обувки. Ну, а в школе парадные туфли, конечно, тоже пойдем покупать. Ну, тоже будем смотреть. Нарядные туфли нравятся особенно девочкам. Еще бы! Смотрим, веришь? Я пока что только этот померю. Ну и как? Они тебе нравятся? Угу. Хорошо, только застегивать я не могу. Интересные, просто красивенькие. Красивенькие. Далее на порядке дня костюм. Можно отдельно брюки, можно отдельно жилетка брюки, можно костюм целиком. Брюки в районе 200 тысяч, жилетка брюки 300-350, костюм 600-700, старшая школа. Рубашки в районе 100-150 тысяч. А вот и форма для девочек. Юбочка от 180 до 220, блузочка от 200-250, так где-то средняя цена. Ну, а размер? Размеры? Ну, у нас подростковая такая с 40-го и выше, до 46-48 размера. Как ни странно, но сегодня детям нравится ходить в школьной форме. Наверное, чувствуют себя более взрослыми, ну и, конечно, более организованными. А вообще в форме нравится ходить? Да. Да? Почему? Ну, потому что, ну, ребята завидуют. И, ну, как бы, форма красивая. У нас вот старший, он костюм не любит, но мы ему жилеточку покупаем, то есть, то есть, все равно мы одеваем рубашку, жилетку, и, то есть, выдержим эту форму. Ну, так, чтобы вот в джинсы пойти, я это не приветствую, как папа. Цены на спортивный костюм варьируются от 200 до 350 тысяч. И так по самым скромным подсчетам. Собрать ученика младших классов стоит от полутора миллионов. Это если у вас что-то есть про запас и до четырех с половиной. Старшеклассника до пяти миллионов. Когда семья собирает сразу нескольких школьников, для семейного бюджета очень накладно. Поэтому помощь от государства всегда кстати. В нынешнем году 14,5 тысяч школьников области получат материальную помощь по 400 тысяч рублей. Копейка к копейке и дети собраны. Если национальная программа предусматривает выплату материальной помощи только тем многодетным семьям, которые воспитывают три и более школьника, то в соответствии с решением областного совета депутатов, у нас выплата материальной помощи производится многодетным семьям, независимо от количества школьников в семье. То есть, если в семье воспитывается один или два школьника, такая материальная помощь тоже будет выплачена. Достойно собрать ребенка к школе возможность есть не у всех родителей, но День знаний должен быть праздником. Почему бы нам не помочь собрать детей из малообеспеченных семей к школе всем вместе? Ведь делать добро так просто. У Елены растет сын-школьник, и женщина хорошо знает, как непросто собрать ребенка к учебному году. Дети имеют такую способность быстро расти. Из вещей быстро вырастает. А так как вещи еще в хорошем качестве, я узнала, что вещи можно отдавать вот сюда, в территориальный центр. Поэтому к школе плюс акция. Поэтому здесь школьные вещи. Ну и по мере того, как ребенок растет, так вещи и приносятся. Одежду, канцелярские товары, портфели и даже сладости – все, что передают в Центр соцобслуживания населения, люди и благотворительные организации между нуждающимися ребятами делят поровну. Так, портфель для девочки. Также положим туда тетради. Так, папка. Для девочки. Положим для девочки такой вот аксессуары. Чтобы подключить к хорошему делу как можно больше людей, специалисты Центра вместе с волонтерами Доброго Сердца идут в народ. Понимаете, здесь есть благотворительная акция. Собираем подарки для многодетных и не благополучных семей. Вот, что же мы подлечим. Спасибо. Всегда иди дорогой. Покупая что-то для своих детей в магазине, можно помочь и тем, у кого в жизни не все гладко. Маленькие дети, они всегда радуются каким-то даже мелким подарком. Поэтому для меня это несложно, ведь им помочь. А им будет это очень приятно, я так считаю. Волонтеры работают в магазинах каждый четверг и пятницу. А помочь детям канцелярскими товарами и вещами в Центрах соцобслуживания населения можно до 15 сентября. Я уверен, что многократно всегда в жизни все возвращается. Кто делает добро, кто делает благо, тем обязательно это все вернется. В каком бы возрасте мы ни были в преддверии 1 сентября, мне кажется, все мы вспоминаем свой день знаний в школе, будь то 1 или 11 класс. И, конечно, переживаем все эти волнения заново вместе с нашими детьми. До 1 сентября осталось всего ничего. Скоро в школу. Субтитры создавал DimaTorzok